здравствуйте друзья и гости канала успеть задние сутки с вами снова людмила и сегодня уже 25 сентября 2021 года и сегодня я вам хочу рассказать о нехорошем заболевании малины вот я занималась малиной то есть вырезала старые ветви плодоносившие подвязывала молодые ветви оставляла все хорошие и вот в этом ряду у меня таких заболеваний я не видела зато такое заболевание я обнаружила в другом ряду и называется она вирусное израстание малины я вам сейчас покажу как это выглядит перейдем на другую сторону нашего участка итак друзья для того чтобы понять как выглядит заболевание начала посмотрим на здоровые кусты малины вот перед вами здоровые кусты они от плодоносили давайте посмотрим поближе вот как вы видите вот это уже ветку нужно удалять посмотрим как это выглядит в районе корня вот смотрите я отсюда убрала мульчу чтобы было хорошо видно то есть вот вот такая ветка молодая нам она тоненькая она нам не нужна мы удаляем так вот этот эта ветка от плодоносила мы ее тоже удаляем и вот эти две тоже от плодоносили это вот видите они коричневые удаляем вот эта ветка молодая но она какая-то коротенькая и тоненькая я ее тоже уберу не нужна мне такая малина в следующем году хлипкая теперь рассматриваем вот две ветки более или менее нормальные это то что у нас от плодоносила это мы сейчас срезаем стараемся срезать как можно ближе к земле так все в итоге мы оставили здесь две ветки ну и ладно нормально сейчас я их подвяжу вот посмотрите теперь вот этот кустик выглядит вот так я подвязала там всего две веточки не самые жирненькие что называется но ничего есть у меня конечно и получше вот а теперь давайте посмотрим как выглядит малина которая поражена вирусом израстания итак друзья давайте поговорим о таком заболевании малины как вирусное израстание малины также она называется карликовость малины или же забыл как называется по-другому так а что здесь делает ведьма на метле ведь так ведьма на метле метла ведьмы а ведьми на метла еще иначе это заболевание называется итак друзья как же проявляется это заболевание мы видим что и спящей корневой почки в августе или сентябре уже отрастают слабые истонченные побеги поросли слабо растет значительно отстает в развитии не проявляя сортовых признаков то есть могут быть листья не того цвета мелкие естественно затем наступает зима потом весна и мы надеемся что вот уже теперь весной то со свежими силами подкормками эти слабенькие побеги наконец-то пойдут в рост а вот как бы не так побеги остаются тонкими ослабленными боковые ветви на побегах тоже очень слабые цветков мало они принимают странную форму завязи образуется мало и она не вызревает неопытные садоводы такие как раньше я была думают что это что-то они сделали не так не так обрезали не так подкормили не так подвязали но много чего не так садовод убирает эту поросль оставляет на его взгляд самые крупные веточки в надежде что вот уж на следующий год то они дадут хороший урожай и даже такой вариант возможен иногда но это ненадолго болезнь будет поражать и соседние кусты по статистике если обнаруживаются единичные кусты в малине то потом вся плантация малины заражается достаточно быстро каким же образом заболевание передается от одного куста к другому через корневую поросль но потому что мы знаем что в малинике корни малины от разных кустов соприкасаются друг с другом а потом малина имеет свойство размножаться вот такими отводками и куст который растет в начале малиника может проявить себя и в середине и в конце ряда это будет один и тот же куст также можно заразиться другим кустам прививками зараженных черенков клещи пожалуй здесь могут внести свою лепту сосущие насекомые такие как для трипсы мы садоводы можем также заразить малину садовым инструментом секатором допустим ну или допустим соприкасаясь с больным растением а потом работая со здоровым растением и к сожалению мер борьбы здесь кроме как уничтожение больных зараженных кустарников никаких нет лечения нет химия не работает не помогает не действует только удалять и сжигать никаких компостных ям но и так вот как бы еще такой маленький вопрос у некоторых возникнет а почему же это заболевание называется ведьминой метлой дело в той что из одного небольшого участка корневища малины отрастает 50 100 150 200 тонких побегов с очень мелкими листиками высота побегов составляет примерно 15-20 сантиметров а если их собрать плотный пучок эти вот прутики это невольно получится ассоциация такая с метлой вот перед вами вот такой куст как вы видите я нашла у себя такой один вот рядом растет нормальная ветка да это был другой кустик а вот пожалуйста вирус израстания малины это когда из одного кустика вместо нескольких веток хороших толстеньких жирненьких начинает расти много маленьких вот таких вот тонюсеньких коротеньких веточек раньше когда я не знал об этом заболевании да и вы сейчас у нас мало кто знает я просто удаляла тонкие ветки если была хорошая толстая ветка оставляла если же хороших веток не было срезала весь куст если чем году там что-то вырастало но друзья мои сейчас так уж я знаю что это вирус с ним бороться невозможно он не вылечивается никак и выход только один выкопать вот это все растение весь вот этот вот куст и сжечь сейчас я выкопаю его отсюда и покажу вам как выглядят корни и так друзья я выкопала этот несчастный кустик малины давайте же посмотрим смотрите корневая вроде бы хорошая да но если посмотреть внимательно вы видите что корни идут много маленьких маленькие белых отростков они были в земле и вот каждый корешок вот такой дает ну 20-30 а потом и более тоненьких никуда не годных стебелевочков которые совсем не будут плодоносить если постараются то там будет несколько ягодок так что вот это вот куст друзья его нигде использовать нельзя я его сейчас отнесу на сжигание теперь что делать вот с этим местом где рос этот куст а на этом месте друзья лучше ничего не сажать несколько лет и малину тем более так что вот так друзья я рассказала вам о таком заболевании вирусным малины которая называется израстание малины вот берегите свои кусты малины от такого заболевания и удаляйте больные следите за галлицей малиновой которая поражает стебли она сейчас заползает внутрь стебля для того чтобы там перезимовать выползти упасть землю и размножаться вот смотрите видите есть у меня вполне хорошие толстенькие веточки малиновых кустов вот так что от одного костика что называется не убудет